Гоночная трасса с препятствиями предназначена для троллейбусов. Скоростное вождение машины – одно из ключевых заданий конкурса профессионального мастерства водителей Самарского ТТУ. Все участники уже прошли отборочные соревнования, каждый на уровне своего депо. Теперь общегородской этап. Роман Тыщенко в профессии больше трех лет. Он уже водитель первого класса. Свой успех объясняет просто. Нужно любить свое дело и машину, которую тебе доверили. Для меня это не просто как рабочий инструмент. Для меня это все-таки мой кормилец. И я, конечно же, за ним ухаживаю. Ну, то есть это как частичка меня. И я с ним общаюсь на Ты. Ну, то есть он мне как уже родной. И все. С ним как бы должно поддерживаться полный порядок. То есть это напрямую зависит на качество моей работы. Проверка качества работы начинается с теории и правильной последовательности приемки троллейбуса перед выходом в рейс. От этого зависит ни много ни мало безопасность как водителя, так и пассажиров. Конкурсанты сдают все практически без ошибок. Все-таки все они уже победители. А к городскому конкурсу готовились основательно. Они стремятся. Они готовятся. Кто-то начинает готовиться заранее. С января, с февраля этого года. И, конечно, есть и другая сторона. Конечно, за тот, кто займет первое место, получит хороший денежный приз, получит классность свою, то тоже свою очередь скажется на зарплату. Поэтому все водители хотят в этом участвовать. Ну и, конечно, всегда приятно прийти домой и сказать, я занял первое место. Сегодня все водители Самарского ТТУ говорят, что о своей профессии мечтали с детства. Это не случайно. Троллейбус стал символом целой эпохи. В советских песнях и фильмах городской электротранспорт присутствует чаще, чем какая-либо другая машина. Здравствуй, Люба. Я вернулся. Когда мне не в мочь переселись в беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу. В последний, в случайный. Так писал об этой машине Булат Акульджава. Удивительно, но именно троллейбус не раз становился героем различных произведений. Он и сегодня остается самым народным и любимым видом транспорта. Городской этап конкурса отборочный перед Всероссийским. Масштабные соревнования между городами пройдут в Самаре. Они стартуют 7 октября и продлятся три дня. Место проведения выбрано не случайно. В Самаре, в отличие от многих других регионов, этот вид транспорта развивается. Если Самару выбрали среди городов, а городов более 20, и нам дали право провести Всероссийский конкурс, естественно, для нас это важно и престижно, и мы очень надеемся показать на этом конкурсе хорошие результаты. В 2021 году парк Самарского ТТУ ожидает существенные пополнения. Городской департамент транспорта подал заявку на приобретение 22 троллейбусов. Олег Зверев, Николай Епифанов. События.